всем привет сегодня мы снимаем обзор на жилой комплекс гаринский и именно поэтому сегодня у меня в гостях вот этот человечище паша привет привет но это еще не все у нас еще будет комментарий от никиты который принимает квартиры и у этих товарищей которые называются застройщик атом строй комплекс вот такая компания у нас есть большая он тоже имеет опыт взаимодействия поэтому свое мнение по поводу этого застройщика а соответственно что нам ожидать от этого дома свой комментарий он даст и вы его услышите ну что поехали ребята жилой комплекс гаринский очень интересный объект находится в очень классном месте с прекрасными видовыми характеристиками ну то ли так ли все прекрасно сейчас мы помучаем пашу но прежде чем мы начнем подпишитесь на канал и жмите на колокольчик а лайк потом поставите в конце этого видео паша рассказывай что ты знаешь про жилой комплекс гаринский желательно самого начала лично я знаю что он перестраивался атомом но он достраивался атомом начинал строить стоит застройщик без риска инвест который в итоге обанкротился поэтому атома стояла не самая простая задача удовлетворить амбициям банк и дольщиков в не самом скромном ценнике даже на тот момент когда в семнадцатом году он это но забросили строительство вот и при этом как-то вырулить чтобы там оставшиеся квартиры да тоже не улетели в космос по ценнику поэтому что я знаю о проекте проект за замышлялся в свое время как ультра бизнес стоил очень высоких денег но на сегодняшний день как бы на мой взгляд в процессе достраивания приобрел ряд изменений который ну то есть он отстал от времени когда его удалось достроить но года на там три наверно где-то так примерно получается что атом подхватил и достраивал чей-то проект правильно да вот и назвал этих товарищей которые сдулись по какой-то причине оказалось так что они там какие-то часть денег вывели собственно говоря вот те люди обманутые дольщики они-то свои квартиры получат но насколько я понимаю это было условие достраивания атома слава богу слава богу товарищ прекрасно остались еще несколько квартир тут есть забавная история что в семнадцатом году когда я вот вышел в бложество назовем так я написал статью с альтернативами макаровскому кварталу ну типа не макаровскими едином она так и называлась и я среди прочих упомянул что помимо макаровского можно взять гаринский 3 и да винчи гаринский слава богу достроили надеюсь в этом году еще и да винчи короче говоря гаринский достроили это хорошо он кстати говоря стоит рядом с жека женевой да да вот кстати прекрасных видовых характеристиках который ты сначала проговорил пока гаринский настраивали немножко эти характеристики подпортили в натуральную если по по дому ходить конечно их сориентировали так что вроде как из окон нет но все-таки вот прям совсем панорамный вид если стоишь на лоджии то те прям перед окнами воткнули свечечку и изрядно испортили видовые характеристики в одну сторону ну и кстати говоря эта сторона там где парк собственно говоря да ну я говорю что на месте это не так страшно выглядит находясь в квартире но в целом это надо учитывать но я думаю что когда квартиру вы будете выбирать дорогие друзья то есть вы в любом случае в нее подниметесь и посмотрите что видно в окна так ведь получается но безусловно другой странно покупать готовый дом не поднимается кстати говоря если сейчас сравнивать ценники вообще по городу в принципе и в том районе где находится этот дом а кстати расположение очень хорошее надо сказать но мне кажется что очень хороший недалеко от центра рядом сквер там вис совсем недалеко там офигительную реконструкцию парка в целом провели там можно придираться к мелочам но как бы это в центре города парк достаточно большой по площади и с всякими разом малыми архитектурными формами и спортивными площадками то есть там фантастика но я думаю что это будет видно и мне показалось что ценник на самом деле очень привлекательный с точки зрения вот именно расположение в той локации тоже ленина 8 гораздо дороже продается да если брать видовые характеристики ли они на 8 то есть это же повыше там я смотрел сегодня ценники и 240 тысяч за метр здесь же с учетом скидки которую готов давать застройщик нас данное шелье можно и 150 тысяч в больших квартирного то есть вот она разница но безусловно это не клубный дом будем честны точечно это точечная застройка еще и точечно рядом с точечными две точечки на один хиленький въезд с улицы московской вот поэтому это безусловно нужно учитывать ну и двор там чистая формальность хоть и обещаю там этот водопад каскадный который типа во дворе но будем честны находясь рядом с таким парком тусить во дворе будут я думаю единицы которые перед окнами вот но точечная застройка сильно выделяется но я согласен с тобой что вот я был на экскурсии как раз относительно недавно и при такой цене при таком рынке как сейчас когда там условный виз возле малого конного 110 стоит но извините 150 за центр города в 10 минутах от площади 5 года это как минимум заслуживает того чтобы присмотреться когда ты присматриваешься конечно там вырезают разные нюансы то есть мы понимаем что застройщик атомстро комплекс если о нем говорить никогда ничего толкового в бизнес-классе на мой взгляд и не делал ну то есть чего там чемпион парк но последние две очереди еще куда не шла 1 прям совсем право вот и из последнего даже не бизнес-класса где атом обещал хорошие холлы жк life насколько я видел реализацию судя по фотографиям получилось то что получилось поэтому в этом в этом случае места общего пользования получились неплохими на мой взгляд они там по деталям проработки по цветовым решениям не сильно соответствует классу бизнес и счет навигации довольно как смешная в 3d графики но вот это чисто моё авторское суждение что не совсем подчеркивает статус объекта хотят и потом извините десятки миллионов вываливаешь за квартиру но в остальном фасад из немецкой плитки и сама очищающийся правда не везде как мы заметили есть еще мокрая штукатурка это видимо как раз нюансы того что пришлось достраивать за другого человека паракам наружные стены внутренние стены кирпич то есть в целом характеристики потолки плавают но есть на высоких этажах 32 метра то есть там есть к чему присмотреться вот конкретно если человек сосредоточен на этой локации а локация действительно заслуживает того чтобы не присмотреться и готов к формату точной застройки потому что мы сейчас еще рядом коммерческий блок строит изначально это еще в семнадцатом году затевалась как гостиница частом хрен знает чё если честно что можно сделать потому что хаят уже успели открыть заново отстроить и вы все еще со своей гостинице но но как бы вот инфраструктура она вся пикета где-то очень близко то есть перешел московскую и все у тебя там и кафе и все что угодно но в своем доме толком ничего нет там вот сейчас стоит офис на продажу с афиша висит и не знаю честно говоря кто его заполнит ну давай так там в принципе все есть для нормальной комфортной жизни я так понимаю там есть подземный паркинг из которого ты можешь подняться в квартиру да причем надо отметить что это за счет того что давно строилась видимо там характеристика вот это вот соотношение парковочных мест количество квартир просто феноменальны что 102 парковочных мест 122 квартиры то есть сильно больше чем 0 5 которые зачастую сейчас заявляют проект подобного класса но в этом месте по-другому нельзя мне кажется потому что там мест для парковки физически просто нет нигде но только можно волоты и так так и парковали и все потому что там все дворы заставлены понятное дело на улице припарковать невозможно на московской в парке ты тоже машину не оставишь кстати я вчера обратил внимание ползая по сайту что про кучу места там можно идти и от миллиона 300 что как бы к этой локации относятся по моему фантастика не цен а смотри с локация все понятно а значит со статусом понятно что это бизнес достраиваем и давай тогда поговорим про качество которое мы ты уже немножечко затронул да эту тему но тем не менее атом за кем-то достраивал не получится ли так что качество будет плохим да но потому что он и достраивали за кем-то у нас там что-то не получилось там что-то отвалилось потому что те построили плохо был там какой-то не такой вот ими какую-то историю там рассказать не я тебя за кадром рассказал историю что когда я ходил на экскурсии встретил прораба как с которым работал ранее в том числе в этом стройкомплексе трудился вот и я спросил как вот типа как у вас объект как что он сказал да лучше по не сами достраивать то есть понятно что ребятам которые работали производстве геморроя там хлебнули знатно у меня друг занимался кладкой они перебирали там фасадную часть которая там мерзла мокла и так далее но в целом как бы будем честны там атом стройкомплекс с точки зрения ген подрядных функций он уже очень давно строят прям совсем каких-то глобальных косяков я не жду я тоже с удовольствием послушаю комментарии никиты но то что прям совсем было что называется упущено в ходе консервации объекта они перебирали на фасаде как я уже сказал там частично оставили мокрую структуру кто-то была определенная оптимизация это я думаю при наличии обманутых дольщиков как бы невозможно было сделать иначе его вот но на какое-то качество мы сегодня бродили там каких-то прям трещин знаешь вот от того что нету да нет никита вопрос к тебе как главному приемщику одному из самых крутых уважаемых заслуженно вполне смотри жилой комплекс гаринский застройщик атом стройкомплекс точнее до застройщик в общем что ты можешь сказать по этому жилому комплексу соответственно качество людей интересует что им ожидать к чему готовится были там уже приемки у нас могу сказать совершенно точно что много отслоений по штукатурке и много дефектов по оконным конструкциям объект передается в предчистовом варианте насколько я знаю все квартиры без инженерной разводки то есть все приходит в квартиру а по квартире уже самостоятельно правильно ты уже сказал атомстрой комплекс достраивал этот объект он должен был по моему в 15-16 году еще сдаться это долгострой до этого не знаю какая компания строила честно говоря поэтому не буду информацию это говорить но замечаний там предостаточно это чем-то отличается от других застройщиков или в принципе в целом плюс минус по рынку одинаково нет выделяется много отслоений по штукатурке и много дефектов по оконным конструкциям уже все застройщики подтянулись по этим вопросам то есть отслоений практически нету отклонений практически нету окна все-таки более или менее нормальном состоянии передают а здесь учитывая то что это долгострой и вложений было я так понимаю вложения были минимизированы скажем так со стороны застройщиков до замечаний конечно много в этом плане еще есть особенности определенные по нарушению технологии в санузлах использована цементная штукатурка а маяки устанавливались штукатурные из гипсового раствора и вот там в этих местах тоже отслоений много вот как есть весь из полей ну то есть получается если людям делать ремонт то это что нужно снимать штукатурку прокладывать проводку там что-то было какие-то слухи что ее там вообще нет да да то есть та штукатурка которая отслаивается как минимум нужно убирать всю маячки гипсовые из цементной штукатурки точно нужно убирать полностью ну и соответственно расходы на инженерные сети спасибо а окна хорошие стоят или атом атомовцы свои поставили они же свои там любят материалы втыкать нет оконные системы они там панорамные на мой взгляд сохраненные теме которые были поэтому нет хорошие с напылением вот этим которая передали поэтому нет а сети внутренние сети внутренним ничего там в этой в этом классе что у нас ценится это воздух ну типа вентиляция да насколько я понял из посещения экскурсии там вот эта вот история господи чиллер фанкойл то есть они сделали подготовку этого воздуха в рамках его дома централизованную систему но вот сама в квартире установку чтобы у тебя подготавливался воздух тебе устанавливать нужно самому то есть дополнительные затраты скорее всего тоже вопрос оптимизации при достройке поэтому там есть ряд нюансов газовая котельная опять же своя своя и мне очень много страшилок я не знаю может быть тебе тоже клиент расскажи мне очень много страшилок рассказывали про то вот рядом женева построенная что электродом и там какие-то конские платежи но я недавно общался с человеком которого 70 квадратов и не там 7000 и выходит платеж нет никто не жаловался я ни разу не слышал мне страшилки рассказывали но при общении с конкретными клиентами выяснилось что не так страшно но в целом газовая котельная так как минимум бог с ним там с ценником за коммуналку это независимость от опрессовок там аварии и так далее то есть это плюс но это же действительно очень круто то есть это получается у тебя за коммуналочку будет меньше чем там не знаю в рядом в домах которые уже уставшие такие от времени знаешь да причем зовут тот консьерж сервисы и прочая история которая есть у атома они обещают всяком случае нам на экскурсии озвучивали ценник 75 рублей за метр квадратный что в этом классе наверное но не космос скажем так если еще двор будет поддерживаться в том состоянии в котором мы видели его сегодня там с растениями так далее того я думаю что вполне адекватно но и так ты там был тебе дом понравился я не сторонник и видишь я вот в последнее время посещал там с клиентами клевер парк в нагорную у меня сейчас квартира продается и я все-таки для себя лично выбираю неточную стройку но я понимаю что есть аудитория которые вот это там большой двор с кучей лазил не сильно надо особенно когда у тебя рядом парк то есть мне кажется что я честно говоря убивляюсь но вот на этот ценник при даже том качестве которое получилось у атома то есть его нюансы я думаю что должен найтись покупатель мы будем говорить о главном да это виды ну реально фантастические виды давай так значит точная застройка это не моё и значит застройка с двором так будем говорить ну то есть комплексом до 2 раза истории это две разные истории два раза потребить давай мы оставим это за скобками а просто говорим про дом то есть за что этот дом могут полюбить люди да то есть что в нем есть такого чего нет в других например ну или есть там но по-другому ценнику ну какие плюсы то ты расскажи принцип локейшн да это в городе где расположена второе где у тебя будет квартира расположена с точки зрения но опять же видовых характеристик и так далее сколько этих квартир ну то есть как бы характеристики они очень сильно тянут на бизнес мы с тобой проговорили про паркинг он недорогой и там их достаточно про кошки место что тоже важно в этом классе поэтому если брать относительно точной застройки которые у нас в принципе в городе есть в ценнике пусть даже 140 я смотрел не знаю не точечный но все-таки ботанический сад мы с тобой понимаем где там парк и где тупо прям центр города но там за 140 тысяч метров квадратно продаются чистовой отделкой здесь за 150 есть чем сравнить мой взгляд но локацию не сравнить ну да ценник уже были близко сопоставим поэтому как бы но внутри какие-то плюшки может быть холлы какие-то большие просторные уютные как раз с холлами то там за счет компактности территории счету женеву со своим двором вот нули вход который должен быть парадный по идее с улицы это вообще какой-то закуток что как то есть там со двора уже для для используется собственников там уже более-менее вот здесь прям как я не знаю как офисное помещение ты заходишь за угол поворачиваешь вот она лифтовая группа нет это это минус мебель мебельюшечку там воткнули какой-то некой лобби сделает то есть вот людям которые рассчитывают на вот эти высоченные потолки парадные входы не будет нет но ты говоришь что у атома у них какой-то сервис особенный то есть там говоришь у них будет какой-то значит как он называется консьерж там и что все но у меня для атома в другом классе жилья всегда была вот эта вот история про их управляющие компании которые рука территория на мой взгляд хреново был у меня был кейс жк апельсин да дети рассказывал что детская комната есть она на ключ на плохо закрыты там за стеклом стоит какая-то детская дощечка на которой никто никогда в жизни не рисовал потому что просто управлять не приспособлено здесь управляющая компания та же которая управляет окнями екатеринбурга это хорошо если это будет укладывать 75 рублей метр квадратного то дай бог все будет хорошо но мы я думаю может там жители потом пригласят мы посетим с удовольствием если какие-то косяки такие глобальные прямо мне кажется это вопрос планировок они далеко не всем подходит там же пентхаус сколько он там я не помню квадратов но двухуровневый и 70 квадратов это верхний кабинет просто слышно вот это это ближе к тебе вопрос но опять же мы будем понимать что опять же мы будем понимать что там эти 300 с чем-то квадратов упираются те в десятки миллионов рублей а на десятки миллионов рублей сейчас можно себе позволить комплексы которые полностью соответствуют современным стандартам инфраструктуры там тот же до ленина 8 упоминали с тобой и как бы и в том числе есть какие-то истории с там не знаю свобода резиновности если ты апартаменты любишь отложи а там а там какой-то там кирпич и финтифлюшные из бельгии да ну вот вместо общего пользования не просто доделанный за кем-то а проработанный изначально с европейских то есть вот этот вот срок пока он мариновался этот проект но все-таки дает о себе знать поэтому если мы с тобой хотели еще снимать сюжет дома бульваре да вот там прям совсем крайняя степень когда проект застрял где-то в двухтысячных а сдали его 2020 вот здесь к сожалению на мой взгляд он тоже там по определенным опциям того что люди привыкли считать обязательным в многомиллионных покупках и этого нет но это далеко не всем нужно послушать но несмотря на то что как ты говоришь он отстал немножечко от жизни на то есть этот проект ну дать должны были раньше в семнадцатом году его сдать тем не менее он гораздо лучше симпатичнее современнее смотрится чем рядом же кожа него та же самая со своей вот этой вот индийской раскраски а тому надо дать должное то есть вот эту плитку немецкую самоочищающую они в каком-то объеме сделать там остались мокрые штукатурки и фрагменты но это не критично то есть они постарались в этой части не оптимизироваться по самым максимум и как бы окна панорамные и окна то есть если женевы сравнивать да но зато блин холл и женевы ты наверное видел просто несопоставимой стороны то есть там как гостиница пятизвездочная здесь как дом из 2010 с красивой с красивым фантиком паша последний вопрос на миллион чего хочешь любой валюты если бы у тебя были деньги ты бы купил там квартиру не надо нигде искать просто лежат у тебя кучка ты бы купил там квартиру себе нет я стройник не точность строки в этом дело ну и в том числе у меня же еще серьезно про деформация то есть то что я наблюдаю постоянно за новостройками воспринимаю как обязательно для кого-то не обязательно ну прям совсем тебе до чего ты пуху нагоняешь свой дом который как раз там в пятом году построен и вы разменивать я буду уже на что-то вот прям соответствующее современным реалиям место пользования благоустройства спасибо тебе паша ребята скажем спасибо ваших за этот так сказать честный нет не предвзятый отзыв если есть вопросы друзья пишите в комментариях мы будем на них отвечать по крайней мере паша в этом просто активничаю очень активничает и не всегда это делает в общем-то пишите в общем ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал ну и приходите за разбором планировок в нашу студию в зугаринском то это обязательно всем пока да пребудет с вами муза благоустройство